всем доброго времени суток вы на канале вязание не только меня зовут алена продолжаем вязать наш плед и это следующий узор у меня как вы видите связано из пряжи секционного крошения не совсем хорошо видно узор хотя можно увидеть вот этот красивый ромб который вы видели на схеме но сейчас я буду вязать из более светлой пряжи и вам все будет видно и все будет понятно если мы считаем и берем схема отсчет от начала узора до конца нашего узора у нас получается 17 петель добавляем 4 лицевые с одной стороны 4 лицевые с другой стороны и у нас получается 25 петель плюс 2 кромочные получается в итоге 27 петель набора вяжем мы этот узор до 27 ряда включительно вы можете сделать закрытие уже в изнаночном двадцать восьмом ряду либо вы можете провязать 28 изнаночный ряд и в двадцать девятом лицевом ряду сделать закрытие обычным способом и так у меня набор петель 27 и мы приступаем с вами к вязанию первого ряда 1 лицевой ряд 1 кромочная 6 лицевых теперь мы должны две петли поменять местами первая петелька у нас хоть влево вторая за работой вправо провязывая обе петли вправо меняем местами возвращаю на спицу провязываю 2 эти петли лицевыми еще раз таким же образом меняем две петельки 1 перед работой влево 2 за работой вправо провязываю обе петли лицевой теперь нам нужно провязать 2 вместе с наклоном вправо я делаю захват за вторую петельку и провязываю 2 вместе 1 лицевой с наклоном вправо накид лицевая накид 2 вместе с наклоном влево здесь мы меняем петельки наоборот то есть вторая идет перед работой вправо а первая за работой влево меняю местами провязываю обе лицевыми и повторяю то же самое еще раз меняю еще две петельки местами и провязываю обе эти петли лицевыми шесть лицевых конце кромочная и это был первый лицевой ряд 3 лицевой ряд 1 кромочная 5 лицевых здесь делаем то же самое что и в предыдущем ряду меняю 2 петельки местами 1 перед работой вправо 2 за работой влево провязываю повторяю то же самое еще один раз теперь 2 вместе с наклоном вправо разворачиваю обе лицевые петли захват за вторую лицевую накид 3 лицевые накид 2 вместе с наклоном влево здесь тоже самое меняем петельки 2 на место 1 перед работой а первая за работой влево повторяю то же самое еще раз вторая перед работой вправо 1 за работой влево провязываю обе лицевыми 5 лицевых в конце кромочная это был 3 лицевой 5 лицевой ряд кромочная 6 лицевых снова меняем петельки местами 1 перед работой влево 2 за работой вправо 2 вместе с наклоном вправо накид 5 лицевых накид 2 вместе с наклоном влево здесь снова меняю петельки 2 перед работой вправо 1 за работой влево провязываю 6 лицевых затем и в конце кромочная это был 5 лицевой 7 лицевой ряд 1 кромочная 5 лицевых здесь снова меняю петельки местами 1 перед работой влево 2 за работой вправо провязываю 2 вместе с наклоном вправо 2 вместе с наклоном вправо накид 7 лицевых накид 2 вместе с наклоном влево здесь снова меняю петельки 2 на место 1 перед работой вправо 1 за работой влево провязываю затем 5 лицевых и в конце кромочная это был 7 лицевой ряд 9 лицевой ряд кромочная 6 лицевых 2 вместе с наклоном вправо накид 2 вместе с наклоном вправо накид 1 лицевая накид 2 вместе с наклоном влево 2 лицевые накид 2 вместе с наклоном влево 6 лицевых и в конце кромочная это был 9 лицевой 11 лицевой ряд 1 кромочная 5 лицевых 2 вместе с наклоном вправо накид 2 лицевые 2 вместе с наклоном вправо накид 3 лицевые накид 2 вместе с наклоном влево 2 лицевые накид 2 вместе с наклоном влево 5 лицевых в конце кромочная это был 11 лицевой я 13 лицевой ряд кромочная 4 лицевые 2 вместе с наклоном вправо накид 2 лицевые 2 вместе с наклоном вправо накид 5 лицевых накид 2 вместе с наклоном влево 2 лицевые накид 2 вместе с наклоном влево 4 лицевые и в конце кромочная это был 13 лицевой ряд 15 лицевой ряд кромочная, 5 лицевых, накид, 2 вместе с наклоном влево, 2 лицевые, накид, 2 вместе с наклоном влево, 3 лицевые, 2 вместе с наклоном вправо, накид, 2 лицевые, 2 вместе с наклоном вправо, накид, 5 лицевых и в конце кромочная. Это был 15 лицевой ряд. 17 лицевой ряд, 1 кромочная, 6 лицевых, накид, 2 вместе с наклоном влево, 2 лицевые, накид, 2 вместе с наклоном влево, 1 лицевая, 2 вместе с наклоном вправо, накид, 2 лицевые, 2 вместе с наклоном вправо, накид, 6 лицевых и в конце кромочная. Это был 17 лицевой ряд. 19 лицевой ряд, кромочная, 5 лицевых, здесь снова 2 петельки мы меняем местами, первая идет перед работой влево, вторая за работой вправо, меняем местами, провязывая обе петли лицевыми, накид, 2 вместе с наклоном влево, 2 лицевые, накид, здесь нужно провязать 3 вместе 1 лицевой, я ставлю вторую петельку на место первой и провязываю 3 вместе 1 лицевой, накид, 2 лицевые, 2 вместе с наклоном вправо, накид, здесь нужно снова поменять петельки местами, вторая перед работой вправо, а первая за работой влево, меняю местами, провязываю обе петли лицевыми, 5 лицевых, в конце кромочная и это был 19 лицевой, 21 лицевой ряд, кромочная, 6 лицевых, снова меняем петельки местами, первая перед работой влево, вторая за работой вправо, меняю местами, провязываю, накид, 2 вместе с наклоном влево, 5 лицевых, 2 вместе с наклоном вправо, накид, здесь снова меняю петельку местами 1 раз, вторую на первое место ставлю, провязываю, 6 лицевых, и в конце кромочная, это был 21 лицевой, 23 лицевой ряд, кромочная, 5 лицевых, снова меняю петельки местами, первую на второе место перед работой, вот так провязываю, еще раз провязываю, накид, 2 вместе с наклоном влево, 3 лицевые, 2 вместе с наклоном вправо, накид, здесь меняю петельки, вторую на место первой ставлю, провязываю, повторяю еще раз, вторую на место первой, провязываю, 5 лицевых, и в конце кромочная, это был 23 лицевой, 25 лицевой ряд, кромочная, 6 лицевых, здесь снова меняем петельки местами, первая идет на второе место, меняю, провязываю, повторяю то же самое, еще один раз, провязываю, накид, 2 вместе с наклоном влево, 1 лицевая, 2 вместе с наклоном вправо, накид, здесь тоже меняю петельки местами, вторую ставлю на место первой, провязываю, повторяю еще раз, вторую на место первой, провязываю, 6 лицевых, конце кромочная, 25 лицевой ряд, 27 и последний лицевой ряд раппорта этого узора, 1 кромочная, 5 лицевых, здесь нужно 3 раза поменять петельки местами, мы ставим первую на второе место, 1 раз, первую на второе место, второй раз и первую на второе место, третий раз, накид, 3 вместе 1 лицевой, накид, здесь повторяем то же самое и меняем петельки местами, точно так же 3 раза, вторую на первое место, один раз, вторую на первое место, второй раз, вторую петлю на первое место, третий раз, 5 лицевых и в конце кромочная. Это был 27 и последний лицевой ряд раппорта этого узора, сейчас я провяжу 28 изнаночный ряд и в 29 лицевом ряду я сделаю закрытие обычным способом. И вот в итоге два вот таких замечательных мотива у меня получилось, закручиваются конечно края, здесь же были у нас лицевые петли, но я попробую вам поближе показать, посмотрите, очень интересный красивый узор, смотрится на светлой пряже достаточно эффектно и хорошо, я думаю что вам в этом видео все было понятно, вяжите с удовольствием, желаю вам вдохновения, ровных и легких петелек и до новых встреч!